Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Вальс до востребования. Свечение заполонило собой всё вокруг и было столь интенсивным, столь ослепительно ярким, что, казалось, поглотило, растворило в своём сиянии пространство, время, запахи, звуки, саму материальность как таковую, оставив Яну лишь способность ясно, чётко мыслить и испытывать переживать в разы усилившиеся мощные эмоции и чувства. Это чудесное, нереальное сияние не слепило, не вызывало страха или болезненных, неприятных ощущений своей небывалой, какой-то неземной насыщенностью. Нет, наоборот, от него исходило и накрывало, обволакивая, ощущение чего-то бесконечно тёплого, успокаивающего, искристо-радостного, сродни переполняющему чувству восторженного, абсолютного счастья, которое своим ещё незамутнённым сознанием могут испытывать только дети. И что-то ещё, что-то ещё. Давно позабытое, утраченное, но такое родное, такое потрясающе правильное, истинное изливалось на него от этого удивительного свечения. Вдруг в самом центре светового потока, словно из какого-то дрожащего, зыбкого марева, стали проявляться неясные очертания некой смутной фигуры, будто от чего-то огромного, непостижимого и всеобъемлющего отделилась малая талика, обозначившись чуть более плотным, размытым контуром. Фигура не стояла на месте, а плавно приближалась, и чем ближе придвигалась она к Яну, тем отчётливей проявлялись детали её облика, и он смог рассмотреть, что это зрелый, благообразный, скорее даже величественный мужчина в свободном светлом одеянии до пят с длинными рукавами. Но даже оказавшись рядом, он всё так же оставался словно в тени. Нечёткая, чуть подрагивающая контурами в мареве сияние фигура и неуловимые, размытые черты лица. И лишь удивительные, пронзительно голубые, глубокие, непостижимо мудрые глаза и столь же мудрая, немного печальная улыбка мужчины были видны настолько чётко и ясно, что казалось, этот взгляд и эта улыбка проникают в само сознание. «Не меняют жизнь наполовину, Ян!» раздался у него в голове тихий, наполненный лёгкой иронией, светлым сопереживанием и великой мудростью голос. «Ты же не лечишь половину болезни или полраны только потому, что всю сразу исцелить страшно». «У меня нет страха», — возразил Ян. «Да», — согласился наставник, улыбаясь бесконечно доброй, понимающей и чуть ироничной улыбкой. «Теперь в тебе нет страха смерти, страха боли, страха потери материального. Ты преодолел эти страхи, принял и постиг конечность всего земного, и сумел подняться над болью. Осталось преодолеть страх перед жизнью». И внезапно он приблизился, в один миг, неуловимым рывком, заглянул в глаза, казалось, в само сознание, в память, в разум, в самую глубину истинной сущности Яна, и всё тем же нечеловечески мудрым, печально ироничным голосом произнёс. «Жить страшнее, чем не жить. Ты принял смерть, прими и жизнь. Пора, Ян, пора начинать жить». «Но я же живу», — напомнил Ян, поразившись нелогичностью утверждения. «Да», — усмехнулся наставник. «И всё, что являлось в этот момент, в этом странном пространстве Яном, его личность, его разум, сознание, его сущность, вдруг затопило ярко-голубым светом, струившимся из глаз высшей сущности Учителя». «Ах!» — выдохнул непроизвольно восклицание, выскочив из сна, Ян, как хрипит тонущий на пределе последних сил, вырывающейся на поверхность воды из морских пучин. Резко, рывком сел на постели, втянул с шипением в воздух, выдохнул и поделился с миром яркими впечатлениями, все еще находясь в быстро тускнеющем, понемногу отпускающем голубом свечении. Охренеть! Покрутил головой, стараясь отделаться от странного сновидения, передернул плечами, силой потер ладонями лицо, прогоняя остатки морока, прижал пальцами веки и повторил, подрастеряв первичную экспрессию. Охренеть! Приснится же такое! Впрочем, он не столько удивлялся яркому, мощному по ощущениям необычному сну, сколько поразился тому, с чего бы ему вообще привиделось и приснилось нечто подобное, да еще настолько явственно, с невероятно четким ощущением полного присутствия и погружения в ту сновидческую реальность. Нет, бывали у него, конечно, разные сны, как и у каждого человека, но таких вот сновидений он как-то не наблюдал и не переживал ранее, если не считать… Но то самое мы как раз считать не будем. Эта история отдельная. Хрен его знает, что такое, может, к перемене погоды? Сделав это успокаивающе простое предположение, Ян посмотрел в окно. За окном, ничем не удивив и не порадовав, наблюдался все тот же тоскливый, безрадостный пейзаж поздней осени, навевающий ассоциации о бесприютной, стылой жизни, о холодеющих пальцах и насморочном ознобе, о собаках, которых добрый хозяин в эту промозглость ни в жизнь не выгонят на улицу. Депрессивное межсезонье, которое, как говорится, ни два, ни полтора. Яркая осень отшумела, отблистав рыжей гривой, малиновыми губами, багряными нарядами в рябиновых бусах, а дивная зима со снегами и морозами подзадержалась. Время, в которое русскому человеку по чести пристало бы сидеть у камина или печки и предаваться философским размышлениям о смысле жизни и бытия, в частности бытия российского народа, его вкладе в историю человечества и истинном пути развития и о том, каково это, телепаться-то народу по тому самому пути, когда такая вот погода превалирует во всей его жизни. М-да. С тем самым философским сарказмом прокомментировал свои настроения Ян, поделившись с пространством недоумением. Приснится же? Ладно. Что приснилось, то приснилось. К перемене ли погоды, или еще неизвестно к чему, или вообще ни к чему. Бог с ним. Он отодвинул от себя утихающие эмоции, окончательно освобождаясь от сонных переживаний. — М-м-м-м, — промурлыкал заспанный голосок рядом. — Ты чего подскочил? Не очень-то нуждаясь в ответе, просто так, с просонок линясь, спросила ночная подруга. — Хм, — хмыкнул довольно Ян. Откинул край одеяла, с удовольствием обозрел аппетитную, кругленькую девичью попку. — Значит, говоришь, пора жить? — продолжил он мысленно диалог со светящимся фантомом из своего сна, оппонируя тому. — А я что, по-твоему, делаю? Живу, да по полной. И, в подтверждение своему заявлению, от ощущения той самой наполненности и правильности жизни с удовольствием, но легонько хлопнул по упругим ягодицам подружки. — Ой, ты чего? — деланная игрива возмутилась-то. И, повернувшись на бочок, подберев голову рукой, посмотрела со значением и явным приглашением, предоставляя его взору прекрасную грудь, гладенький животик и маленький темный треугольничек в фигурно выбритых волос на лобке, в прическе, как, посмеиваясь, называл этот парикмахерский изыск Ян. — Пора вставать, — усмехнулся Стаховский. С особым эстетским чувством окинул взглядом сию красоту, размышляя, не воспользоваться ли откровенным предложением призывам дамы, но вспомнил о недоделанной срочной работе, от которой, кстати сказать, она его вчера оторвала своим внезапным появлением. Заснули они только под утро, отчего, видимо, и привиделся ему этот странный сон. И, не удержавшись от разочарованного вздоха, Ян подавил желание в зародыше, не поддавшись искушению, лишь наклонился и поцеловал коротко в капризно надутые губки подружки, по выражению его лица уже понявший, что утренних любовных утех не предвидится, и повторил распоряжение. — Подъем. Позавтракай сама, а потом Михаил тебя отвезет. — Как обычно, — вздохнула девушка, преувеличенно наигранное изображение недовольства. — Как обычно, — подтвердил Ян. И, ухватившись за металлический стержень турника над кроватью, поторзанил в сторону ванной комнаты, ловко цепляясь за перекладины, устроенные по этому маршруту, по ходу подтягиваясь по нескольку раз и делая легкие упражнения на некоторых из снарядов. — Самый верный способ справиться со странным настроением, навеянным непонятным сном, еще до конца не отпустившим, заняться привычными делами. — Утренние гигиенические процедуры, два часа спорта, силовых нагрузок и тренировок, контрастный душ, завтрак и работа. — Какие сны, я вас умоляю. — Живем. — Даже если у кого-то на этот счет имеется и другое мнение. — Продолжение следует. — Продолжение следует. — Продолжение следует.